В Москве стартовал заключительный этап Всероссийской Олимпиады школьников по праву. 20 апреля в РУДН состоялась торжественная церемония открытия. В финале примут участие более 250 победителей отборочных этапов из 82 регионов России, в том числе из Республик Татарстан, Крым, Коми, Саха, Якутия, Башкортостан и Мордовии. Перед Олимпиадой это обязательно какое-либо легкое волнение, иногда такой мандраж, но в основном эмоции положительные, потому что действительно к этому очень многие люди стремятся, хотят сюда попасть, и это обязательно как место встречи самых лучших людей и друзей. Перед Олимпиадой я испытываю очень волнительные эмоции, на самом деле, поскольку вот это ожидание, оно действительно нервирует, и неизвестность того, что мне может попасться на Олимпиаде, она вызывает достаточно очень сильный эффект. Российский университет дружбы народа впервые стал площадкой Всероссийской Олимпиады школьников по праву. Здесь учатся граждане 157 стран, поэтому финалисты Олимпиады смогут узнать из первоисточников, особенности законодательства десятков государств, а также познакомиться с основными нормами международного права. Я уверен, что все из вас поступят в ведущие юридические вузы страны, и вы будете на расхват у работодателей. Верьте в свой путь, вы будете заниматься формированием правового государства. Помните о том, что, наверное, правовое государство – это то государство, где... Не то государство, где не нарушаются права. Права нарушаются, наверное, везде. А то государство, где хорошо функционируют институты восстановления данных прав. И вот как раз вы это те люди, которые будут в будущем этим заниматься. Юрист сегодня должен сочетать все черты, я в шутке это всегда говорю, как хорошего философа. Если раньше философия предполагала знание в одном человеке, все, сегодня юрист-международник претендует быть именно таким специалистом. Иначе вы ничего не справитесь. Программа Олимпиады насыщена. Так, в день открытия участники побывали на лекции «Международные события через призму современного международного права», который провел заведующий кафедрой международного права РУДН Аслан Абашидзе. А после официальной церемонии открытия для школьников выступили студенты РУДН с красочным концертом. Впереди еще много работы. Имена победителей и призеров станут известны во время церемонии закрытия 25 апреля. У них будет возможность поступить в российские вузы, минуя вступительные испытания, на профильные направления подготовки и специальности. Телевидение РУДН. Новости.